Раз бомб считает, что это голограмма вселенной, значит, любой человек там находится. Тогда я беру просто-напросто фотографию ребенка. Ребенка по определенному соображению, не взрослого человека, а ребенка. Значит, ребенка, а во взрослом состоянии, бывший ребенок, болен чем-то, раком, еще слепой. Это у нас уже под сотню, видимо, случаев. Например, тетка была слепая, на правый глаз у нее сетчатки нет. Значит, беру ее фотографию и ставлю, сканирую ее, вот так сказать, все. Она превращается в третье зеркало, которое отражает путем назад. Вот. Ну и снимается информация. Но не с фотослоя, там нечего снимать. А над тем, что, так сказать, над фотослоем находится некая часть, которая несет оптический образ ребенка. То есть, фактически спектр ребенка. Но это же долгая история, понимаете, это надо проверять на человеке. А это все не так просто, понимаете. В любой момент могут прийти и взять за гребок. Кто вам разрешил? А у нас на выходе звук. А звук, оказывается, несет торсионные составляющие. Это работа Лачиняна, читайте. Четко он объяснил и показал, что звук несет торсионные составляющие. Поэтому мы предоставляем человеку, который лечится, да, звук. Но звук является лишь пассивным сопровождением вот этой торсионной составляющей. И звук можно заглушить там почти до нуля. Но не полностью, конечно. Короче говоря, тетка, значит, у которой слепой был, правый глаз, и не было сетчатки, у нее сетчатка регенерировала. И еще было такое, ну, много случаев излечивания. Кишечник мы там регенерировали у женщины. Зубы там у нас получили, правда, там немножко по-другому было. Зубы, три зуба там регенерировали. Значит, и еще там масса других всех. Да, вот муковицидоз излечили несколько случаев. Потом эти самые дауны у нас лечатся и так далее. Значит, вот это все лежит в области вот этой фантастики, касающейся бомбовской голограммы. Потому что объяснить это чем-то другим, я говорю, ребята, значит, мне говорят, да не может быть, да бред. Я говорю, пожалуйста, у вас возражение против биологической части есть или нет? Значит, возражения нет. А физику, ребят, вы сами изучайте, что там происходит. Потому что есть еще работа Берковича, который сказал, что вся информация ДНК находится во Вселенной. Он говорит, ДНК является бар-кодом. То есть он ключ к этой информации, значит, в маленькую ДНК. Но это долгий разговор. Значит, вот такая вот штука, значит, вот с излечениями. Был еще у меня случай такой, там, смертельный случай. Сейчас сотрудница наша. Кровозвлению мозга в Ирландии. И все, она парализованная лежит, умирает. Значит, я беру, сын присылает ее фотографию возрасту 3 лет. Через 4 дня она встает на ноги. А там уже диагноз, все, ее умирать оставили. Значит, с того света вытащил. И таких случаев было довольно много. Нет.